Курская операция вооруженных сил Украины помогла предотвратить оккупацию северных приграничных областей Черниговской и Сумской. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в рамках форума «Украина-2024. Независимость». Кроме того, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Курская операция вынудила Москву перебросить почти 30 тысяч военных с других направлений фронта. Однако это далеко не единственная цель Киева. Курская область входит в наш план, план победы Украины. Возможно, для кого-то это звучит амбициозно, но для нас это очень важно. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это операция в Курской области. Второе направление – стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Наш план победы подготовлен. Я его собираюсь представить президенту США на встрече в сентябре. Для Путина защита российских территорий не в приоритете. Ему важно захватывать чужое. И Курская операция тому подтверждение, уверен президент Украины. Однако пока кремлевский диктатор пытается захватить территории другой страны ценой жизни своих граждан, Украина работает над вопросом восстановления справедливого мира. Так, Киев готовится ко второму саммиту мира, проводит встречи с партнерами, готовит итоговый документ. Энергетический вопрос поднят и готовится детальный документ. Будут согласованы все позиции на встрече с нашими коллегами. Вторая встреча по морю. Третья встреча гуманитарный аспект по обмену и возвращению детей. Все эти три пункта будут проработаны. Я думаю, что мы все успеем. И на ноябрь будет этот документ. Согласовать его в рамках подготовительного этапа ко второму саммиту мира. Второй саммит мира должен состояться в одной из стран глобального юга. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Это большой успех украинской дипломатии во время войны. Украина не должна один на один оставаться с Россией. И нужно все-таки заставить Кремль подчиниться международному праву. Именно эта философия заложена формулой мира президента Зеленского. Больше ста государств и организаций, 93 подписи под финальным коммунике. Оно остается открытым, и в каждом месяце мы получаем новую страну. Продолжает работать Украина и над производством собственного оружия. Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании первой баллистической ракеты, а также дальнобойной ракеты дрона «Поляныця», изготовленных в Украине. Обсуждает Украина со странными союзниками, в частности с Польшей, вопрос использования ими своего ПВО для сбития российских воздушных целей. Сбивание ракет над Украиной, по крайней мере, над западной частью Украины, по крайней мере, сбивание ракет, которые идут курсом на Польшу. И здесь мы очень много об этом говорим. И здесь, я так понимаю, необходима поддержка нескольких стран. Польша колеблется оставаться один на один с таким решением. Она хочет поддержки других стран в НАТО. Я думаю, что, возможно, это привело бы к позитивному решению и со стороны Румынии. Обязательное условие справедливого мира – вступление Украины в ЕС и НАТО, уверены в украинском парламенте. Мы много работаем в части приближения нас к НАТО, к Альянсу. И во время нашей последней встречи в Вашингтоне на уровне парламентских ассамблей НАТО, которая сопровождалась рядом решений поддержки Украины на ее пути к НАТО. Невозможен справедливый мир и без справедливого наказания виновных. Речь идет о спецтрибунале для России за преступления, совершенные в Украине. Так уже год 16 прокуроров из шести стран, включая спецпрокурора от США, работают в Гааге, Евроюсте и в Международном центре по преследованию за преступления агрессии. И они готовят почву для будущего трибунала, подчеркнул главный прокурор Украины Андрей Костин.